МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый день. Вы по должности должны хорошо разбираться во всех тонкостях и проблемах спорта. В чем, по-вашему, сила ульяновского спорта? В чем его главные проблемы? Сила, безусловно, в традициях и преемственности. Есть виды спорта, которые еще заложились в советский период времени. Они на сегодняшний день хорошо развиваются и приумножаются. А проблемы, это, безусловно, в очень слабой физической подготовности детей нынешнего поколения. Сейчас все дети у нас компьютерные дети, поэтому уровень физической подготовности у них очень низок. У футбольной «Волги» также достаточно много игровых проблем, особенно в чемпионате страны. Но Кубок России – это совсем другое дело. Волга-Рубин. Вторая кубковая серия. Именно поэтому на стадионе «Труд» в Ульяновске из гостевого фанатского сектора снова звучит громогласное. В конце августа команды уже встречались в рамках чемпионата России. И тогда Рубин вырвал победу на последних секундах 2-1. Правда, автор того решающего гола, Джоэль Фомие, теперь в Ульяновск не приехал. Равно как и новичок Рубина, но далеко не новичок в российском футболе Алан Загоев. Матчи кубков, в отличие от матча чемпионата, время для ротации в составе. В кубках матчей всегда ротации проходят. И мы не исключение сегодня. Естественно, те ребята, которые не получали в большей степени игровую практику в тех или иных играх, сегодня, наверное, получили. 58 секунд. Столько хватило казанцам, чтобы повести в счете. Нечасто появляющийся в старте Герман Паскин потерял мяч на постопах в своей штрафной. А Кирилл Косарев не стал долго думать и пробил издали. Андрей Климович, галкипер Волги, вроде и бьющего видел, и мяч держал в поле зрения. Но удержать в руках не смог. 0-1. Чуть-чуть в игру не вошли. Чуть-чуть. Вот. Это такой какой-то... Мне концентрации чуть не было. Вот. А так, по идее, ну, как я бы сказал, заманили, наверное, да? Потому что они думали, что приехали здесь легко, все будет. Пропущенный гол на первой минуте – не беда, решили Волги. Ведь играть еще целый матч. Поэтому без суеты и спешки перестроились и заставили Рубин ошибаться. В очередной контратаке Белал Белалов на пару с Германом Паскиным заработали штрафной. Галкипер Гастей Александр Белинов вроде и стенку выставил, да и сам угол держал. Но траекторию полета мяча после удара Кирилла Морозова не просчитал. Главное не только, что Волга отыгралась, а что Рубин перестал выглядеть непобедимым. Много было простых ошибок и где-то не получалось контролировать мяч так, как хотелось бы. И не знаю, с чем это связано. Во второй половине встречи обошлось без быстрого гола. Зато не обошлось без гола на экваторе тайма. И снова счастье улыбнулось ульяновцам. Комбинацию после розовыша очередного углового Рубин так и не разгадал. А Александр Сапета после скидки тезки Гопечкина ударом с носка и транзитом от штанги забил победный гол. Мы долго-долго ждали эту победу. Дождались. И ребята очень довольны. Они, конечно, эмоции выплеснули, как на поле, и так же в раздевалке. Главный тренер Рубина, знаменитый Леонид Слуцкий, метался по технической зоне, как лев. Но настоящими львами в этот вечер стали игроки Волги. Они не позволили Рубину отыграться. И добыли первую домашнюю победу, отдав абсолютно все силы. Да, психологически, конечно, это очень важно. Когда ты побеждаешь, всегда быстрее ты восстанавливаешься и в лучшем состоянии, скажем так, подходишь к следующей игре. Рубин за Кубок России больше не поборется. Волга же продолжает путь регионов. Следующий соперник на этой дороге станет известен позже. А пока можно снова сосредоточиться на чемпионате. Следующий матч гостевой против Краснодара-2. Алексей Николаевич, факультету физкультуры и спорта Педагогического университета недавно исполнилось 50 лет. Какими успехами своих выпускников вы больше всего гордитесь? Ну, за 50-летнюю историю факультет выпустил 4727 выпускников. Безусловно, гордостью являются это выпускники, которые достигли определенных успехов. У нас имеется 8 заслуженных учителей Российской Федерации, 28 заслуженных тренеров, 10 заслуженных мастеров спорта и более 80 мастеров спорта международного класса. Также кто-то пошел в научную деятельность, 5 докторов наук по нашей физкультурной специальности. В команде «Солнечные орлы», которая выступает в чемпионате России по флорболу, также есть несколько студентов Педагогического университета. И на старте новости российского сезона они произвели фурор, одержав 3 победы в трех матчах. Юрий Ощепков разбирался, в чем секрет этого успеха. Настоящую сенсацию сотворили в Архангельске в первом туре чемпионата России по флорболу «Солнечные орлы» из Ульяновска. Впервые в своей истории они положили на лопатки семикратного обладателя Кубка страны «Нижегородец», затем победили талантливую команду Мининского университета и в довершении сразили многократного чемпиона страны «Архангельский помор». 9 очков из 9 возможных. Тут и доля везения какого-то, и наша работа, подготовка. Мы начали готовиться к туру в августе месяце. Предварительным таким этапом был Кубок России. На Кубке взять медали не получилось. Только четвертое место. Но уже тогда команда почувствовала сыгранность, почувствовала, что пора заявить о себе. И заявила. Одним из героев в Архангельске стал вратарь «Солнечных орлов» 22-летний Евгений Ефремов, который в первом матче с Нижегородцем творил настоящие чудеса. Совершив с десяток сейвов, спасая команду самых сложных ситуаций. Получалось так, что я очень сильно начал читать игру. То есть я бы знал, что они сделают. И защитники очень хорошо в этом помогали. То есть у нас была тактика, что один угол, например, держат они, я свой угол держу. За плечами 22-летнего ульянского голкипера, молодежной сборной России, бронзовой медали первенства мира в Канаде. Затем был перерыв на год из-за перелома пальца и служба в армии. И вот Ефремов вернулся. Вернулся, чтобы стать героем. Впрочем, как и остальные ребята. В Архангельске у ульянских орлов блистали все три пятерки. В команде есть лидеры на всех позициях, я бы так могу сказать, во всех пятерках, сбалансированные пятерки. У нас вот в этот раз получились все игроки, которые приехали, все играли. И никто не выключался из игры. Лучшим бомбардиром «Солнечных орлов» в первом туре стал 20-летний Илья Лепатов. Игрок неординарный, с поставленным броском и хорошей техникой. В каждом из трех матчей Лепатов оформил по дублю. Во флорбол Илья пришел в 7-летнем возрасте, влюбившись в эту игру раз и навсегда. Это очень техничный вид спорта. Он более красивый. То есть есть футбол, хоккей. Хоккей грубый. Футбол довольно-таки все равно не такой. А флорбол – он техничный вид спорта. Поэтому он меня зацепил этим. В заключительном матче первого тура наши «Орлы» со счетом 6-5 сразили 11-кратного чемпиона страны Архангельский помор. Заслуженность победы признали даже местные болельщики, которые проводили ульяновскую команду аплодисментами. Цель, конечно же, есть – добиться со своей командой и стать чемпионами страны высшей лиги. Потихонечку будем стараться идти. Своё движение наверх «Солнечный» продолжит во втором туре, который состоится в Нижнем Новгороде в середине декабря. Среди соперников – чемпион страны Омская, Сибирь, Казанский, Ирбис и техник Светлуга из Нижегородской области. Хорошо, работаем дальше. Работаем с ошибками, сделаем и выезжаем на второй круг. Всё у нас получится. Суновы! Поехали! Алексей Николаевич, не за горами, а старт чемпионата России и у хоккейной «Волги». Вот вам какая команда всего больше по душе? С легионерами, которые борются за медали? Или с воспитанниками местной школы, которые только мечтают о медалях? Ну, на мой взгляд, мне импонирует команда с воспитанниками местной школы. Потому что призвание там, где родился, там и пригодился. У них ещё впереди всё будущее, поднатаскается, и в определённый момент придут к ним успехи. Поэтому мне импонирует местная школа. Часто ходите на хоккей? Не скажу, что я частый гость хоккейных баталий, но периодически попадаю, когда очень интересные такие классные матчи. Ярый болельщик? Покричать на трибуне? Болею, да. Я всегда поддерживаю наш ульянский спорт, поэтому стараюсь посетить любые матчи. Ну что ж, и как обычно, своих соперников в новом сезоне хоккейная команда будет принимать в «Волгоспорт-арене». Давайте посмотрим, как «Ледовый дворец» готовится к новому сезону. Таких длинных летних каникул у «Ульяновской арены» ещё не было. Ровно полгода отдыхал «Ледовый дворец» «Волгоспорт-арена». Из-за технических неполадок и бумажных проволочек Ульяновск впервые за 8 лет не принял у себя этап Кубка России. Но сейчас все проблемы решены. Технологии уже отработаны, поэтому за 9 лет всё уже наработано, и заливка практически ничем не отличается. И всё же одно небольшое отличие мы нашли. В этот раз заливали лёд с чувством, с толком, с расстановкой. Раньше было и за 5 дней заливали, за 7 дней, но работали круглосуточно, люди выматывались. Поэтому в этом году решили людей поберечь, и сроки чуть делали побольше. Все неполадки в «Ледовом дворце» устранены. Разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию получено. Залит новый лёд, которым гордится и новый директор «Арены». Вся технология соблюдена, и поэтому 8-10 числа мы ждём тому, что лёд будет готов. Мы ждём команды, мы ждём массовое катание. С особым нетерпением ждёт лёд «Хоккейная Волга». Осталось только выйти на большое поле, чтобы угловые отработать, стандартные положения. Всё-таки большое поле есть большое поле. И уже отточить то мастерство, которое нужно для большого поля для русского хоккея. Соскучились по льду и, конечно же, по самой команде болельщики. Для них приятная новость. С 14 по 16 октября в «Ледовом дворце» пройдёт традиционный кубок «Волгоспорт-арены». Уже подтвердили своё участие в турнире «Московская Динамо», «Нижегородский старт», «Казанский Акбарс Динамо». Турнир «Волгоспорт-арены» всегда был бесплатный вход для болельщиков. Я надеюсь, что болельщики придут с удовольствием. Ровно через неделю встречаемся здесь, на играх Кубка «Волгоспорт-арены». И болеем за «Волгу». Алексей Николаевич, а много ли выпускников вашего факультета работает в сельских спортивных школах? Достаточное количество. По статистике, в основном, все идут в большей степени в спортивные сельские школы и городские школы. В школу, в учебное образовательное заведение меньшее количество выпускников идёт трудоустраиваться. Ну, и, конечно, в сельской местности дети у них на порядок выше физической подготовленности, поэтому оттуда и вырастают, и выходят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и чемпионы Европы. С этим полностью согласен. И вот Олимпийский совет ищет спортивные таланты в муниципальных районах нашей области. На этот раз в Теренгульском районе. Приём, передача, нападающий удар. Без этих элементов волейбол невозможен. Знают это и лицейские из Теренги. Их любимый вид спорта – базовый в районе. Носим мяч назад, бросаем бой за головой. На очередную тренировку в гости к девушкам приехали студенты Ульяновского педуниверситета. Николай Чукмарёв и Сергей Синяшин – участники областных и городских соревнований по волейболу. Мастер-класс проходит в рамках регионального проекта «Олимпийский патруль». Девочки очень энергичные, очень активные. Они проявили очень большую инициативу для тренировки и выложились на полную. С волейболной точки зрения, наверное, не хватает им техники. А техника приходит только с опытом, с годами. Ещё один базовый вид спорта в Теренге – мини-футбол. В него играют практически все мальчишки-школьники. В этот раз на занятия к ним приехал десант из областной футбольной школы «Волга» в лице тренеров Максима Давлетшина и Дмитрия Черняева. Вместе с ними юные спортсмены отработали дриблинг и передачу мяча. Мне сегодняшнее занятие понравилось тем, что мы много играли, и я научился отдавать правильный пас. И всё же «Олимпийский патруль» – это не просто мастер-классы, а проект, который признан обозначить в том числе. И главная проблема районного спорта – в Теренге это многофункциональный фок, вернее его отсутствие. Практически во всех районах есть такой универсальный большой комплекс. Я думаю, там очень мало районов, кто осталось без таких. Вот один из этих районов – это Теренгульский район. То есть есть желающие заниматься, но как бы вот особенно летом, да, это не так заметно, когда открытые площадки, стадионы. А вот зимой сейчас, когда тут холодно, как бы зал расписан весь. У нас один большой игровой зал, он расписан. Школьный зал, в принципе, тоже. И вот как бы населению уже не особо есть куда пойти. Безусловно, одно заседание активистов проекта и спортивной общественности района не решат вопрос строительства фока. Шагов на пути к этому очень много. И первые из них – подписание соглашения о сотрудничестве между областным Минспортом, Олимпсоветом и администрацией района. А также создание, в помощь чиновникам, районного Олимпийского совета, в который войдут самые активные спортивные общественники Теренги. Для координации моей работы, для каких-то советов, для каких-то предложений. Ну, то есть, прям нужен где-то совместно мы с ними поработаем, что-то проведем. Тем временем, Олимпийский патруль продолжает свой путь по районам области. Следующая, 16-я остановка, планируется в Новоульяновске. Увы, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный декан факультета физической культуры и спорта Ульяновского педагогического университета Алексей Илькин. А с вами был Реальный спорт Ульяновск. Встретимся через пару недель. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова